Девушки отдыхают Всем своим бхактам поклонения Вся ее работа Была уже описана Несмотря на это Мы обнаруживаем Что они Вернулись Вновь Как нового типа дьяволы Нового типа негативные люди Возможно Так должно было быть Возможно Драма Калиюги не могла бы быть сыгранной до тех пор Пока они не появились бы Поэтому Они пришли Чтобы завершить эту драму Но на этот раз Война Будет Совсем другой Это будет Война Миролюбивых людей А миролюбивые люди Достигают Самых больших успехов Во всех проявлениях жизни Даже на войне Мы не действовали до этого времени Говорят Говорят Что когда Чингисхан Пришел В очень большой Буддийский монастырь Вблизи Гая Он убил всех там А там находилось Около 30 тысяч Буддистов Они не сказали и слова И все были убиты Так что люди перестали верить в буддизм Они говорили Что это за буддизм Почему Будда Не спас их Это человеческий образ мышления Будда должен был спасти эти 30 тысяч людей Которые были миролюбивыми Которые оказывали сопротивление таким образом Что не было никакого сопротивления Все были убиты этим ужасным человеком Которого звали Чингисхан Но вы удивитесь Что в эту калиюгу Этого Чингисхана Восхваляли многие авторы И существуют книги написанные о нем Он не был мусульманином Он был каким-то ненормальным Он уничтожил множество мечетей Разрушил Много прекрасных зданий А также Он приходил в Индию И правил там короткое время Все это история Подобным образом Происходили войны Между христианами Нехристианами Между мусульманами Между мусульманами И немусульманами Происходили всевозможные войны О которых мы слышали И в которых погибали только лишь Верующие люди Настоящие люди Те, которые поклонялись Богу С полной верой Так что Люди становились атеистами И они говорили Нет никакого Бога Нет никакой Его божественной силы Никогда не существовало Мы были тупицами Мы были глупцами Следуя всему этому А те, которые были во главе религии В полной мере воспользовались этим И говорили Что это погибли Грешные люди Они Не были божественными людьми И вот почему Мы убили их И одержали победу У них было это представление О победе О том, что они достигли успеха И так много людей Было безжалостно истреблено ими Затем Мы вошли в Кали-югу И в Кали-юге Начались те же самые вещи Но более тонким образом Другим образом Началась Это Большая война Между Антибожественными людьми Которые использовали имя Бога Ради своих собственных целей Это очень бесчестные Очень испорченные Очень жестокие люди И они использовали Флаг Бога Это знамя Которые Они не имели права использовать Затем Появились Сахаджа-йоги Которые получили Свою реализацию И которые должны сражаться С этим всем Но разница Между предыдущими воинами И этой войной Огромная В тех войнах Все те Которые считались Победителями В войнах Которые имели Место После всех этих Девяти баталий Божественной Матери Та негативность Которая появилась И одержала успех Стала чувствовать себя Очень уверенно Ведь они достигли Того, чего желали Но в Кали-югу В свете Кали-юги Все эти исторические победы Стали рассматриваться Как постыдные вещи Как что-то очень агрессивное И бессмысленное Это сейчас Описывается всюду Как белые люди пришли В Америку И убили там всех Исконных жителей Сейчас Все это Становится очевидным Все те люди Которые считают себя Победителями Имеют детей Внуков Потомков Которые стыдятся их Которым стыдно Называть их Своими предками Это относится и к последней войне Это пришедшее осознание Является настоящей победой Современного времени Этой Кали-юги Все Что принималось Как часть Этой игры Как стиль жизни Можно сказать Сейчас Современное время Повсюду подвергается Сомнение Все что является Жестоким Агрессивным Подавляющим Сейчас Также Наказывают Хотя Вдоль многие Военные преступности Избежали наказаний Но также Очень многие Подверглись Суду Чего никогда Не было ранее Никто не привлек Чингисхана К суду Очень тонким образом Ко всем этим Агрессивным людям Пришел сейчас Страх Что им Возможно Придется ответить За это И что они Могут Подвергнуться Мучениям Я не знаю Где это началось Но определенно Это началось В начале Кали-юги Если вы помните В этой стране Был Ведет Агрессивный Человек Которого Звали Муссалли И в конце концов Он был Повешен В Германии В Германии В Германии Был очень Могущественный Человек Которого Звали Гитлер А также Гиммлер И все остальные Бог знает Что произошло Даже немцы Не хотят Даже произносить В Германии Они все Они все Испытывают Стыд И Затем У нас Был Кто-то Скажем В Англии Один из Таких Людей Приехавший В Эндию Которого Посадили Этого Никогда Не было Раньше Наполеон Завоевывал Страны И считал Что он Весьма Непобедим Но он Не мог Продолжать Делать Это Ему Пришлось Столкнуться С этим Любой Кто Был Агрессивен Кто Был Доминирующим Кто Был Очень Жесток Демоничен Был Привлечен К ответу По большей части Уже в течении Своей жизни А если Не в течении Своей жизни То после Нее Он Подвергался Порицанию И его Никто не считал Героем Или кем-то Вроде этого Люди Не хотели Воздвигать Им Монументы Так что В мы Людей Пришло Осознание Как Такой Человек Как Сталин Который Правил Россией Одно Время Сегодня Вы Не Увидите Даже Одну Статуи Сталина Это Современное Время Посмотрите Какова Сила Современного Время И это Пугает Тех Людей Которые Думают Что Они Могут Продолжать Спокойно Жить Со Всем Тем Что Они Совершили Очень Скоро Они Поймут Что Они Должны Прекратить Всю Эту Бессмысленность Иначе Они Будут Страдать Страдать Будут Не те Над Кем Доминируют А те Которые Доминируют Они Будут Страдать На Физическом Ментальном Эмоциональном Уровне А Также Они Будут Обесчищены Так Что Дынешняя Победа Силы Божественной Матери Проделала Величайшую Работу По Разоблачению И это Разоблачение Приведет К Общественному Осуждению Тех Людей Которые Совершили Плохие Вещи Если Вы Посмотрите Исходя Из этой Точки Звения То Вы Поймете Какие Победы Мы Одерживаем Сегодня Многие Из вас Сильно Опечалились Из-за того Что я Не получила Эту премию Эта премия Не имеет Никакого Значения Для меня И для вас Также Должна Я вам Сказать Потому что Вы пришли Не получая Никаких Премий И многие Еще Придут Не получив Никаких Премий Как таковых Но На этот раз Впервые Если Вы Заметили Это Люди Получившие Эту Премию Осуждены Даже Сейчас Выходят Статьи Выступающие Против Этого Присуждения Даже Сейчас Они Подвергаются Критике Поэтому Те Которые Считали Себя Очень Смышленными Обнаруживают Что Эта Смышленность Куда-то Пропала Сейчас Я Не знаю Сколь Долго Это Будет Продолжаться Потому Что Даже Сегодня Если Вы Откроете Любую Газету Вы Найдете Там Статью О том Как Глупо Они Это Сделали Непонятно Почему Они Сделали Так Критикуются Не только Люди Которые Произвели Этот Выбор Но В гораздо Большей Степени Те Кого Удостоили Этой Премии Будучи Сахаджа Йогами Мы Должны Знать В чем Состоит Разница Между Сознанием Того Времени И Осознанием Этого Времени В то время Было Необходимо Убить Этих Демонов Покончить С ними Но Они Вернулись Вновь На Эту Сцену Теперь В это Время Кали-югу Они Разоблачены Они Осуждены Они Помещены В тюрьму Они Сейчас Публично Наказаны Поэтому Я думаю Что Коллективное Сознание Одержало Такую Большую Победу Над Этими Людми Которые Убили И Умершли Так Много Людей Не Получив За Этого Никакого Наказания Не Получив За Этого Никакого Бесчестия Давайте Посмотрим Что Такое Сознание И Что Такое Осознание Это Тонкий Предмет Который Я думаю Вы все Сможете Понять Сознание Появляется Тогда Когда Вас Заставляют Сознавать Что Тогда Вы Начинаете Это Сознавать Как У меня Есть Руки Но Обычно Я Не Сознаю Их Я Не Сознаю Того Что Они У Меня Есть Если Человек Спит Он Не Сознает Того Что Он Спит Когда Вы Говорите Мне Что У Меня Есть Руки Я Начинаю Сознавать Это Или Что Уколет Меня Тогда Я Начинаю Сознавать В Противном Случае Я Не Сознаю Их Я Совершенно Бессознательно В Отношении Моих Глаз Я Вижу Все Но Предположим Я Стану Слепой Я Не Смогу Увидеть Тогда Я Начну Сознавать То Что У Меня Есть Мои Глаза С Помощью Которых Я Теперь Не Могу Увидеть Поэтому Когда Вы Говорите Что Имеется Эта Рука Присутствует Сознание Это Мы Можем Сказать Есть Знание О Руке Что Мы Получаем Знание О Своей Руке Но Как Только Вы Перестаете Сознавать Свою Руку Это Знание Исчезает Так Что Говоря Что Есть Невежество И Знание Нужно Знать Что Обе Эти Вещи Есть Одно И Тоже Вы Не Сознаете Свою Руку Поэтому Вы Пребываете В Полном Неведении О Предположим Что Кто-то Говорит Ваши Руки Прекрасны Кто-то Делает Такое Замечание Тогда Я Начинаю Сознавать Свою Руку Которые Прекрасны В Противном Же Случае Я И Не Знала Что Они Прекрасны Поэтому Обычно Все Люди Живут На Этом Уровне Что Кто-то Должен Вам Это Сказать Кто-то Говорит Что Вы Носите Очень Хороший Асари Хорошо Тогда Я Смотрю На Него И Обнаруживаю Что Действительно Оно Очень Хорошее Я Жен Кто-то Должен Вам Это Сказать Тогда Вы Начинаете Сознавать Это В Противном Же Случае Вы Не Сознаете Поэтому Все Мы Люди На Этом Уровне Таковы Что Же Такое Осознание Это Совсем Другое Когда Я Вижу Что Кто-то Нападает На Меня Я Выставляю Вперед Свою Руку Каким Образом Что Означает Что Я Осознаю Что У меня Есть Эти Руки Я Не Сознаю А Осознаю То Что У меня Есть Рука Я Я Должна И Должна И Я Должна Руки Жестикулируя Ими Что Значит Что Вы Знаете Что У вас Есть Руки Что Вы Должны Пользоваться Ими Для Усиления Того Что Вы Хотите Выразить Так Мы Также В какой-то Степени Осознаем Своё Тело Мы Осознаем Других Людей Мы Знаем О других Людях Мы Знаем Какого Рода Этот Другой Человек Плоть До Того Момента Когда Вы Получаете Свою Самореализацию Что Происходит После Самореализации Это Очень Интересно После Самореализации Вы Вы Выходите За Рамки Обеих Этих Вещей Сознание И Осознание Потому Что Вы 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 Мысли Что Это Означает Что Вы 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 Гнев Всевозможная Мысль Всевозможная Агрессия Все Это Маневрируется И Работает Через Ваш Ум Но Если Ваш Ум Потерян Что Вы Будете Делать Ума больше нет Вы существуете в реальности Поэтому ум не нужен вам как средство связи, общения Мы называем это безмысленным осознанием Что оно означает? Что мы победили всех наших врагов, отказавшись от одного врага Своего собственного ума Нет ума, который предлагает вам Нет ума, который говорит вам Поэтому, как только нет ума, вы потеряны Говоря, что вы должны сами себе задать вопрос Кто я? Как только вы задаете себе этот вопрос Вы становитесь бессмысленными Так что вы теряете Вы не можете ответить на этот вопрос В противном случае вы можете ответить Я женщина, я это, я то Я епископ, или я папа римский Я это, я то Но когда вы становитесь реализованной душой Кто скажет вам, кто вы? Есть, потому что тот, кто говорит вам Это ум, которого не существует Мыслей нет Что означает Что вы растворяетесь в своем духе Вот что такое реальность Но вы и осознаете так же Это другой момент Если вы зададите себе какой-то вопрос То вас нет Но вы осознаете Если ваша наби блокируется То вы немедленно знаете, что ваша наби блокируется Что у вас проблема с печенью Вам не нужно задавать вопрос Или же кто-то стоит перед вами Левая с Вадиштана О, Боже, что с ним? Если кто-то очень зон и вспыльчив Немедленно вы почувствуете Такой жар от этого человека О, нужно бежать прочь от этого человека Так что это Новая область, в которую вы вошли Это реальность Которую вы никогда не осознавали ранее Предположим Перед вами стоит очень плохой человек Он может быть вором Он может быть убийцей Кем угодно Вы можете даже не осознавать этого Не говоря уже об осознании Обычно это так Но как только вы становитесь реализованной душой Вы начинаете осознавать Все Такова реальность В чем состоят проблемы Находясь в коллективе Вы начинаете осознавать этот коллектив Вы начинаете осознавать проблемы Всего мира Это осознание Весьма отлично от первого Первое осознание, как я сказал вам, таково Если кто-то говорит вам Что вы такой-то и такой-то Вы начинаете осознавать это Здесь никто не должен говорить вам Оно просто есть Вы существуете, вы знаете, что это И это то, чего вы достигли В это современное время Что также является благословением этого современного времени Что мы сейчас знаем, кто мы Вы всегда говорите Мы являемся чистым духом Вчера я опять слышала это Хорошо Что вас заставляет верить в это То, что вы чистый дух Ведь вы не видели своего духа, не так ли? Ведь вы не видели своего духа, каков он? Тогда как вы можете говорить, что вы чистый дух? Вы просто говорите что-то Потому что я говорю так Но вы являетесь чистым духом Потому что в любом описании чистого духа Говорится, что он осознает Божественную силу Он осознает божественную силу Вот почему Вы являетесь чистым духом Потому что только лишь посредством чистого духа Ставшего вашей личностью Вы можете осознавать Эту всепроникающую силу Это написано во всех шастрах Во всех руках Всюду А что вы знаете о себе? Что подтверждает то, что вы являетесь духом? Это то, что вы знаете свои собственные чакры Вы знаете свои собственные нади Что же произошло? Это то, что вы отделились от самого себя И вы сами можете видеть себя Вы видите себя очень ясно И вы начинаете Видеть себя Настоящим Прошлом И в будущем Кем я был в прошлом? Когда вы видите это Вы шокированы О Боже! Я был таким-то и таким-то